Добрый вечер! Старков, по-моему, которые свои матчи вчерашние выиграли. И комментировать для вас сегодняшние игры будут и NES, и Милл Шторм. Да, это мы. Это модные, мощные, молодежные комментаторы. А, я же аналитик! Но ты уже такой, 50-50. Не надо вот этот такой. Один раз типа, нет, не то, да. Не, ну не один раз. Ты уже много раз. Один раз, не, типа, второй раз, как в первый раз, и каждый раз, как в первый раз. Я понял. Такая тактика. Ну вот так. Ну, собственно, Virtus.pro нас решили порадовать Ченом сразу же. И, наконец-то, мы видим уже какие-то более новые пики относительно, скажем так, старого патча. Еще вчера у нас было много новых героев, но все это было какой-то, я не знаю, легкой наркоманией, по-моему. Ну, по-другому я даже не знаю, как сказать. Ну, команды экспериментируются. Да, это, наверное, даже будет правильней. Так, меня было громковато слышно, сейчас я себя убавлю, поэтому можете прибавлять обратно, чтобы вам было иерик, и слышно тоже звук. Ну и, собственно, земель ОВП решили пока что подбанить. Ну, я чувствую, что пока еще нет у них... Так, а фирспик был у Ашеров? Ну, решили не отдавать Ашерам. Ну, мне кажется, пока у ВП еще нет такого исполнителя, который бы на нем прям жестко зажигал, и это Оракул. Вот такую связку используют. Ну что, Чен плюс Оракул? Интересно. Ну, интересненько посмотреть, да, много хила, много сейва, подсейва. Кстати, ультимативное, практически стопроцентное спасение героя под ультимейтом Оракула и телепортации Чена. Он отправляется на фонтан, и какой бы он огромный дэмэдж не получил в драке, на фонтане он успеет себя нахилить очень много. И, скорее всего, не умрет. И Х2 еще, да, множится это потом. Ну, да, 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 то есть там огромное количество. А если еще ульт Чена там как-то скастуется под это все, то там вообще забей. Так что, в принципе, возможно, будет интересно посмотреть на это дело. Ну, будут играть на Герокоптера. Герокоптер будет идти под крипами Чена, его будут обмазывать всеми этими бафами, хилами, прочей штукой. Интересно будет посмотреть, как Virtus.pro играет с Ченом, потому что Чен сам по себе герой. Ну, тяжелый, конечно. Но, если так подумать, в общем-то, не особо ты и тяжелый нафармил Мекку, пошел в пятером. Но, ну, очень вариативный. Можно нафармить Мекку и пойти в пятером, а можно очень много пользы сделать на карте по игре с первых минут. И вот будет интересно посмотреть, кто, во-первых, играет на Чене у Virtus.pro. Во-вторых, как он играет? Что будет делать? Ну, Чен сейчас, в общем-то, вот эта новая карта, да, она ему дала очень много возможностей. То есть, теперь ты можешь в любой точке забрать крипа. Раньше с этим проблемы были огромные. Вообще, Чена за последние несколько патчей сильно в этом плане апнули. То есть, изначально ему там сделали телепортацию крипов, которая, на самом деле, ну, которой сильно не хватало. Потому что эти крипы бывали вообще в другом конце карты. Их перенести было тяжело. Чен делает ТП, крипы бегут. Сейчас этой проблемы нет. Была проблема в том, что он только в лесу может набрать крипов. Сейчас он может и на Эншентах взять там себе какого-то бонусного крипа. И все крипы стали сильнее. И маленькие кентавры и урсы тоже более-менее актуальны. И Эншентов он брать может. И Эншенты сильные. Ну, скажем так, дракон, который вот был, ему добавили ауру брони. В этом патче ее апнули. И ему еще добавили фаербол. Кстати, я его еще ни разу не видел. Потому что он его не кастует даже в кучу героев. Это только для Чена спелл получается. Да, да, да. Это только для Чена. Я уже где-то видел, наверное, просто игру смотрел, где был Чен. Да, это была игра Альянс против Винкс. Или кто-то там играл против Винкс. В общем, Эмпайр против Винкс. Вау, Винкс был пуш. Чен, Некрофос. Вайпер, еще какие-то два героя. Очень активно они пушили. И должны были, наверное, победить. Но там Эмпайр перевернули в один момент. Здорово сыграли. В итоге выиграли. У Винксов это была игра за первое-второе место в группе. Вот. И Винксы, там этот Чен, он брал этого дракона и кидал им фаерболы. Но, если честно, он тоже забывал про них. Ну, сильный вообще? Нормально в снофе? Ну, в драке не особо. Он очень сильный при пуше. Потому что ты можешь, если у тебя пара драконов, накидать, получается, на подходы. Вот, ну, рампу осаждаешь, накинул два этих фаербола. И врагу уже тяжеловато, как бы, подходить. Или просто на рампу накидал так, чтобы, если драка завязалась, там получается... А, они, то есть, на землю кастуются, получается? Да, они кастуются на землю, и там горит все 10 секунд. А, слушай, прикольно. Ну, и, соответственно, при дефе. Ну, как бы, если ты ченом дефишься, то это уже само по себе плохо. Но, все равно, то есть, при дефе нормально. Накидывает, опять же, пару таких штук. И, как будто бы, у Макропира, там, первого уровня Джакира все время находится. Ну, как бы... Ну, такой контр-адспам, получается. Да, в драке выбежать легко из него. Но, наверное, если под какой-то стан такой плотный, типа бестмастеровского, закинуть три фаербола, да, это, естественно, герой ощутит на себе. Они там стакаются в одной точке? Да, они стакаются. То есть, это три фаербола, это более 200 урона в секунду. Да, ну и что? И Ашеры у нас решили вот таким вот образом по контри чена. Вообще, я бы сказал, комбинация где-то из какой-то версии 6.82, 6.83. Может быть, там, 84. Не помню точно. Но где-то вот такие герои. Там и Бэтрайдер использовался, и Лансер. Ну, разве что Тусик нет. Но, тем не менее. И Вич Доктор, и СФ, всё это было актуально. А у ВП вот как раз-таки Оракул. Ну, хотя, в принципе, если не брать Оракула и, наверное, какого-то Братрума, которые не являются такой классикой, то вот эта связка Чен-Герокоптер-Квапа, она тоже очень старая уже. Ну, сильный такой мидер мобильный с раскастом. Кэрри, который в лейте, хорош. Ну, и Чен. Всё, в общем-то, здорово выглядит. Так, ну и что? У нас будет... Будет у нас хардовый Бара. Ну, логично. Если бы это был хардовый Чен или хардовый Оракул, это было бы действительно странно. У Virtus.pro достаточно мобильный такой пик, агрессивный в середине игры. По логике вещей Чен дофармит там себе шестой, либо же быстро Мекку попробует купить. И вот будут они бегать, танковать. Это всё будет дело Spirit Breaker. Там будет Кин оф Пейн с Ченом с крипами и Герокоптер. Всё это будет подходить на любую точку карты. И достаточно больно делать. А Шерам здесь бы как-то отбиваться. Вот в начале и середине игры придумать, как отбиваться. В общем, потому что им может быть тяжеловато. Зато если вытянут в лейт, там, конечно, у них... Все шансы. Да, Бэтрайдера сейчас посмотрим, который, ну, с хорошим новым регеном, плюс ко всему, может себе постакать. Да, ну, в лейте, конечно... В лейте Лансер. Лансер он как был, так и остался, в общем, в лейте посильнее того же Гирича. И тяжело с ним здесь вообще справляться. Плюс ещё есть ИСФ, как второй кэрри, который Квапе тоже может показать, где зимуют раки. Ну, Бэтрайдер ещё тоже сильный герой, естественно, в лейте. Хотя против Оракла не настолько крутой, потому что Оракл своим ультимейтом это лассо прерывает. И лассо, ну, точнее, АОЕ у Оракла очень большое. Ультимейтом он прерывает лассо? Да, но он же снимает... Он не снимает только станы, а лассо это же не станы. Ага, он там ещё и ультом диспелят всё. Да-да-да. Станы не диспелят только. Раньше и станы не диспелил, это убрали. Слишком сильно было. Но всякие хиксы и вот это всё он диспелит. Но всё равно много всего. Ну что ж, давай быстренько я так пробегусь. Герокоптер от Сайлента. Лил на Оракуле. Гот на Квапе. Чен от ФНГ. В Харде у нас Фобос. На Спиритбрейкере и ТВП. Ну и здесь Андершок на Вичдокторе. Это у нас... Боже мой. Ибах у них, да? На Кэрри. Да, ибах на Кэрри. Ибах на Кэрри, да, на Фантом Лансере. Афоня, получается, на СФ. Годдэм на Туске. И в Харде у нас Шачло на Бэтрайдере. Всё. Вроде бы теперь мы уже разбираемся довольно быстро с этими никнеймами. Да, потому что всё ещё билет, видимо, нету. Так, ну и тут у нас какие-то интересные вещи от Тускара. Я вижу, как крипы бегут почему-то через мид. Ну вот, уже какие-то новые фишечки показывают нам. Да, Тускар. Судя по всему, вот здесь отблочил крипов. Они побежали через мид и забрали двух туда. А, ну они вернулись всё равно. Да, ну, они вернулись, возможно, из-за вот этого, ну, подъёмчика, во-первых. То есть здесь они теряют вижн. Плюс там Сатир пришёл, которого отдал ФНГ, кстати говоря. Он продолжает тут фармить. Ну вот они новые, да, фишки с вот этими ландшафтами. Тусик закрывает. Сейчас, может, ещё раз попробует что-то сделать подобное. Застакал, кстати говоря, там. Да, тут Virtus.pro заблочили новый отвод вот этот. Потому что Бэтрайдер, понятное дело, хотел бы его стакать и потом фармить. Синтрю вот так и поставил годдем. Сейчас пойдёт Шач разобьёт эту синтрюшку. И уже крипы начнут появляться. Но Бэтрайдеру всё равно тяжеловато сейчас фармить этих крипов. Из-за того, что если там появятся кентавры, потом, например, урсы, а потом ещё кентавры. Это 60% маг резиста. Ну ты понял. Бэтрайдер это просто хрен зафармит. На втором уровне вообще не зафармит, ему надо третий. Лоу, слушай, а этот что? Вот этот вард банит этот спаун? Какой вард? Вот этот. Вот этот? Ну, возможно, или, возможно, Шач только что сам собой забанил. Пока не очень понятно. Не-не-не-не-не, я прав. Лес, вот здесь. ФНГ, потому что пришёл, здесь не было крипов, он поставил сентри, чтобы посмотреть. Но в итоге единственный вард, который стоит здесь. И, судя по всему, он реально банит этот спаун. Видимо, да. Видимо, да. Но его не нашли. Но это, я думаю, будут как-то фиксить. Потому что это какой-то бред. Этот вард он слишком много видит для того, чтобы ещё и банить спаун. Ну да, он дефолтный вард на руну, в принципе. Гадем снова отводит крипов. Но чтобы он смог их с собой забрать, пачку своих, ему нужно дать им вижен на этой горке, да. То есть нужно вот сюда встать ему, чтобы его крепы их не потеряли из виду. Блин, как же много дэмэджа получают от вышки ещё эншенты. Их так можно и зафармить, на самом деле. Какого-нибудь большого бобра вот этого. Слушай, ну тут суровое действительно получается месиво, но приходит квопа. Год тоже, наверное, офигенно. Что за фигня происходит? Ну вообще жёсткий абуз, действительно. Да, это должны пофиксить, это слишком жёстко. Так, они проходят вот по этому перешейку. Да, идут в обход и цепляют всю пачку. Кстати говоря, год пока не особо обломался, потому что потерял пачку, но зато зафармил одного из бобров в лесу големчика. А големчика это, в принципе, как два крипа. Так что более-менее. Ну да, тут он с СФ стоит в плюс-минус наравне, чуть пока что опережаю его. ФНГ тем временем пошёл в ганг, но пока он идёт, мы быстренько посмотрим, что у нас на остальных лайнах. Здесь сверху опасные линии, конечно, этот Оракул Герокоптер. Так, но ФНГ продолжает идти. Идёт вниз. Вот этот Мартан тоже блочит этот спаун, как теперь выясняется. То есть Шайч сам себя, точнее Годем сам себя заблочил в итоге рез. Ну там на самом деле, да, там, ой-ой-ой, как неудачно Андершок здесь поднимается на горку. Боже, это просто самый неудачный подъём на горку в истории, по-моему. Потому что он оказался между Ченом, его крипами и Братрумом. Горка смерти. Ну да, вот эта горочка, она, конечно, очень неприятная. Здесь Бэтрайдеры тоже убивают, подцепили его на Фортун Сент. Оракула, ну Фортун Сент очень сильный скилл, если на тебя его кастуют. С Гиричем вообще ужас какой-то. Ну да, это кошмар. Если есть какой-то герой, который может писать дэмэж, то здесь Парнин Стана. Сэф в миде умирает. Да. Очень его легко забирают. Здесь Фобос уже начинает рассекать. И здесь же ФНГ, который тоже может выйти, ставит пока что вардец. Его самого видели. Должны понимать. Годем подходит. Тусик, которого тоже несколько порезали в этом патче. Ему сноубол. Теперь сложнее забирать тиммейтов. Но сейчас преследует Андершока. Андершока забирает Чен. Здесь же Тусик. Квапу закрывают. Квапу должны убивать. Неплохо. Пока что размен хороший. Да, ФНГ тоже умирает. Лил начинает отвлечивать Годема. Но будет еще один нюк. Можно забирать. Забирает Годема. И убежит. Потому что на ботинке. Афония без ботинка. Ну и суммарно получился размен все-таки неплохой для Ашеров. Удается им здесь поменяться. Сверху Бэтрайдер у нас отводит крипов. Их пытается фармить флэком Гирокоптер. Бэтрайдер пытается тоже фармить. На него уже бежит Спирит Брейкер. Ну и здесь Бэтрайдеру нужно будет отступить. Иначе его очень легко заберут. Там Спирит Брейкер уже четвертого уровня. Это довольно много урона. Ну да. Тут надо быть аккуратней. Даже 300 хп если запрет на баш. Это не спасет. Здесь Бэтрайдера. Но идет Годдэм к нему. И очень вовремя подходит. Может получиться что-то. Но тут Сайлент грамотно стягивается. Помогает тиммейту. Так. И еще сюда. Годдэм-то отрезает двух человек там. Ой. Сейчас они на касочке еще подсядут. Но что-то как-то... Вышка не стреляет. Нет. Ну крипы подойдут. Крипы очень сильно помогут. Данга нет. Сайлент зажимается. У него 6-й левел. Начинает стрелять. Но в этот момент всех прячут в сноубол. В Сайлента накатываются. Фобос просто бегает туда-сюда. Надо убегать уже ему куда-то. Что он тут дерется-то? Да, но он не успеет. Что-то до конца он решил подраться. В итоге Даня действительно не успел убежать. И стягивается обратно Бэтрайдер. Ну такой себе от ВП получился выход. Бэтрайдера они конечно забрали. Но поплатились за это. В этот момент выход на Shadow of Finda. Он делает телепорт. Его находят. Но сбить уже не успевают. Чего он идет дальше? Находит Вичдоктора. Ставит вард. Видит Вичдоктора. Каски. Есть сетка. Ну не, Вичдоктор будет жить год немножко. Точнее он уже сделал блинг, когда Чен напал на Вичдоктора. И не смог помочь. Ох, какой Соник Вейв от года. И может пытаться еще подцепить Андершока. Нет. Два Кайла. Падает Чен. Падает его крипы. Здесь же падает Вичдоктор. SF гонится за Квопой. У Квопы через 10 секунд будет блинг. Год бежит прямо под вышку. Ничего не боится. Уходит. Здесь Бэтрайдер начинает его поливать. Через 5 секунд будет блинг. Ну да, уйдет. Уйдет 6 стиков. Уходит Квопа. Какая-то сумасшедшая у нас пошла Дота. Энергичная. Энергичная СНГ Дота. Ну кстати, Лансер все это время стоит. Он-то не умирает. Он только фармит. И он топ-1 у нас и по Нетворсу, и по Крипстату. Это для Virtus.pro не есть. Здорово. Тревожный звоночек такой. Ну да. Очень много они внимания обращают на SF, на этого Бэтрайдера. Про Лансера вообще все забыли. Он там уже и Тавру сломал, на самом деле, как выяснилось. Сейчас Фобоса сломает, кажется. Ну, Фобос, наверное, все-таки не умрет. Он бежит, если что. Да, он просто отступает. Фобос тем временем урну себе делает. Ну и так, Лансер вот разогнался уже очень-очень серьезно. 3.800, у Гирыча 3.400. И Гирыч не реализует пока что свой потанцевал, свои ультимейты. Свой потанцевал. Потанцевал. Да. Все тебе покоя не дает. Люблю-люблю танцевать, да. Это не новость. Я буквально недавно видел. Какой-то куб. Типа ты после выигранной потной катки и там. Ну, неплохо, неплохо. Так, тут тем временем в инвизе у нас андершок пробежал с вардами. Кстати, возвращаясь к этому спауну, его действительно уже не первый раз я вижу, что блочит. Такое ощущение, что спаунбокс никто не хочет так выучить. Да, я, если честно, сам еще не посмотрел спаунбокс. Не знаю, какого он размера. Так, Гирыч нападает. Очень неплохо. Вы его спасает, ведь оракл. Но Гирыч очень много урона получает. Он может и погибнуть потом. Его отхиливают очень здорово. Ой, слушай, он там живее всех живых. Ну, на него кинул одну точно, оракул еще, лечилку. Фобос тут получил шестой, еще заулетел. Но это уже перебор. По-моему, зря. Также лансер отхиливается. Совсем понятно, зачем он хилит. Да, подкатился Годем, станчик отличный от Кентавра, и Годема убивают. Но Годем тут, по-моему, зря. Ну и зря, даже ультимейт на него тратили. Годем скатился, да. Вкатился. Скатился? В этом моменте в конце он реально скатился. А Спиритбрекер, кстати говоря, убил все-таки Бэтрайдера. Он не просто так туда заулетел. Да, да, нет, он нормально сделал. Он зря ультимейт потратил, потому что кулдаун сейчас уйдет. Сейчас бы не помешал этот ультимейт где-нибудь. Кулдаун большой. Так, опять на гирокоптера нападают, но он ничего не боится. Рядом оракул, может еще полечить разочек. Другой. ФНГ все-таки немного контролер и пропускает некоторые моменты. Так, забирают кого-то. Я уже вижу. Кидают на невосприимчивость хил Чена. Очень вовремя. Хороший рассказ, но гирочу здесь конец. Да, просто один против пяти рыб. Ну и Лила, скорее всего, уже тоже не отпустит. У ГДМ сейчас будет шарды. Закроет он, естественно, Лила. Лилу тут просто запинают. Мог добить Вичдоктора, но Вичдоктор успел там подлечиться в последний момент. Ну и не успел скастовать. В итоге просто два кила отдают ВП. Что-то неладное творится. Чен недоконтроливает крипов. Гирокоптер не уходит с линии, на которой ему просто конец. Ну, год зато забрал вышку на меди. И таким образом он топ-1 у нас по Нетворсу. Но много, да, много неприятностей у Гирокоптера. Все-таки Гирокоптеру надо быть сильным. Квин оф Пейн какая бы сильная ни была, она с лансером вряд ли справится. У Гирокоптера есть хоть какие-то шансы. Ну, а ФНГ, я думаю, тренируется пока на Чене. Вообще, герой непростой. Самое время для тренировки. Сетка лазеров. Ну, слушай. Ну, на самом деле. А где еще трениться? Ну, вообще, да. Тут вроде бы как раз межсезонье относительное такое. Ну, вроде бы потренироваться можно. Одни официалки. Получается, что да. Ну, испокон веков все равно было так, что на тренировках трудно заставить себя играть на максимум. И очень мало кто играет прям вот из кожи вон лезут. А на официалках, ну, все стараются как-то играть в полную силу. И это самое такое хорошее место, чтобы что-то проверить. Наверняка, да, ФНГ поиграл Чену, может быть, в пабе. Трудно врага заставить еще играть на максимум. Так вот о чем и речь. Да, что ты видишь, что враг твой играет не на максимум, ну, и ты уже начинаешь спустя рукава это все делать. И в итоге как-то ничего не понятно. Официалка все-таки дело другое. Попытка остроить Фобоса, но за ним Кокос летит. Кокос его догнал, а Шарик не догнал. Кокос быстрый. Ой-ой-ой. Что-то как. Пошел отхил. Но Фобос умрет. Вот он пытается топнуться на базу, еще его лечат. Ну, посмотрим, что с ним будет. Лопнул, лопнул. К сожалению, нет вот этой разницы. Сколько ему там не хватило. Да, пока... Было бы прикольно какую-нибудь цифру там. Минус пять. Пять КП не долечил. Ну да, или там, минус тысяча. Просто. И понимаешь, что шансов не было. Мне кажется, второй хил он зря ему кинул. Может быть, без второго хила шансов было побольше. Ну вот, да-да-да, второй хил, наверное, реально зря. Так вот, Шач фармит здесь крипов. Но ему повезло, что не было как раз-таки ни галей, ни этих, ни урс, ни кентавров. И легко зафармил. Когда появляется много урса, кентавров, вообще... Надо еще маленьким совухам вот этим, совятам, тоже дать ауры. А что-то их обделили как-то, странно. Да-да-да, им почему-то вообще ничего не дали. Им можно было бы дать маленькие ураганчики такие, слышите? Детские. Ну, до которые даже урона бы не доносили. Просто детский ураганчик. Ну, слушай, урон бы не доносили, а вижен бы давали. Ну, а что, было бы нормально. Ну, более-менее. Хотя бы что-то. Или давали бы какой-нибудь... Баб ускорения, вот. Магическую защиту. Ты помнишь в этой, во второй Диабле был друид? Он как раз пускал торнадо, у него вот был циклон армора. Он защищал полностью от магического урона. Ну да. Вот что-то из этой серии. Можно было бы, конечно, сказать, что это своровано Близзард. Мне кажется, Доты может этим вообще. Вы своровали у нас? Да ладно. Вот это вот, знаешь, переименование Eagle Horn в Eagle Song. Ну да. Прямо всё. Так, но FNG продолжает подфиживать своим крипами. Ну, он всё отдал. Он их просто на войну посылает. Я так на чай не играл в своё время. Я не был хорошим чайом. Ой-ой-ой, как же сейчас более сайлент. Ой, FNG, конечно, на всё подставляется. И FNG бы надо, конечно, убить, чтобы он не успел ульт прожать. Но его не успевают убить. Он успевает прожать ультимейт. Сайленту там влетело очень много. Мне кажется, он лопнет. Нет, не лопнул. Но остальные зато лопнули. И всех остальных сейчас будут гнать, скорее всего. И Сайлента догонит. Потому что Годем вроде как видит его. Но Годем почему-то за годом гонится. Он хочет его. Так у того парня Блинг зачем-то... Ну, Блинг у него есть. Но кулдауна не хватило. Саунд в итоге уходит с ТП. Уходит с ТП. Он ослил. И не успевает ему прописать Варвел Спанч. Уже на автокасте стоял. Как же развалили сейчас. Битрайдер, он что вообще пешком туда залетел? Без Голюнка. А, он просто сбоку залетел. Вот отсюда по речке залетел. Поймал. Да, вот это просто фантастика. Как удаётся такие штуки проворачивать. Ну, FNG законтролировался. С другой стороны, непонятно, на чём он законтролировался. Там просто крипы все умирали. Их можно было не контролить. То есть ни там, ни там не получилось. Ну, с другой стороны, а что? Его не смогли убить. На него потратили лассо. Он всё равно дал ультимейт. То есть разница тут невелика. Плохо это, когда у твоего чена ультимейт и мека. Его фокусит, убивает. Он ни то, ни то не прожимает. Вот это действительно провал. А тут, в общем-то, вышло более-менее. Но всё равно не хватает урона у Virtus.pro. Оракул урона наносит мало. Он был сосредоточен всю драку на том, чтобы геррокоптера не отдать. У геррокоптера пока на Яшу урона нет. Queen of Pain. Ну, она урон делает, но его не хватает. Как бы Spirit Breaker с Ченом тоже урона не делают. Если Чен всех крипов прогадил ещё до того, как драка началась, то как бы где урон взять? Прогадил, да. Там один голем маленький оставался глиняный, который мог кинуть камень. Кстати, камень неплохо дамажит, но это тоже не то уже. Ну, зато мы увидели, как жёстко Гирыч восстанавливает под ультом Оракула и Чена. Там в него влетело, конечно, очень много, и у него сколько было ХП, столько и осталось по итогам. Ну да, чуть-чуть буквально потерялось. Травала тут уже у Лансера, и это, конечно, огромная проблема. Я уже вообще не зарякаюсь в том, что SF 8000 на Творца. Да, и у него же МЕК раньше, чем у Чена, и у него 2000 сверху. Чен ещё даже не собрал свою МЕКу. И просто заходит на Рошу. Ну, а ШР как-то всё слишком просто даётся. Пока что да, но вот, может быть, на Рошане может быть переворот, потому что уже Спирит Брякер бежит на Андершока. Есть Вижн и Виртус Профс Маке. Могут попытаться кого-то словить. Есть Орхит у Года, это может быть неожиданностью сейчас. Заткнут какого-нибудь полезного героя. Какой, какие хорошие шарды пройти нормально не дают. Ну вот, собственно, Лассо только что сняли ультимейтом Оракула, но получается, что ультимейт Оракула был потрачен почти в никуда. Так, умирают крипы ФНГ в очередной раз. Год получает очень много урона вообще на халяву. И за ним сейчас ещё и катится товарищ Тускар. Ой, ну хорошо сейчас, тут раскистовался Сайлент. Опять же, урона как-то очень мало. Хотя Тусику смогли убить. Да, вместе с Оракулом Кентавра переманивает. Нужно давать стан, даёт стан подвоим. Но Сайлент уже мёртв. Квапа кастует Сайлент. Пытаются забрать Лансера. Лансера добивают всё-таки. Личная игра от Квапы. ФНГ дерётся до конца. Остаётся здесь СФ. СФ на Оракулу. Оракул даёт себе хил лечения. Точнее, иммунное лечение. Уходит. СФ бежит за ним, но явно не догонит здесь. Ну и неплохая драка получилась для ВП. По итогам. Они даже 400 монет выиграли. СФ ещё могли забрать. Квапа находит руну, которая бы и, конечно... Вот эту руну подобрать до... Было бы очень приятно. Эту руну подобрать... Я тут подумал, на некоторых героях, типа, представляешь себе, Пугна с Экторином, у которой кулдаун палки, он, в общем, равен кулдауну того, что палка стоит, и берёт эту руну. И она мало того, что бластит каждые 3 секунды, если не 2 вообще, там, по вышке, например, или просто в драке. Так ещё и есть момент, где 2 просто палки стоят секунд 10. Да, это очень серьёзно. Ну, очень сильно на таких героях, у которых как раз небольшие кулдауны, потому что разницы 100 секунд или 60 не так много. Это всё равно в двух разных драках ты применишь. А вот разница между тем, что у тебя там 6 секунд или 2, она просто огромная. Там для бристалбеков, для... Для Тинкера сумасшедшая руна вообще. Для Тинкера. Ну, ты вдумайся, Тинкер. Вот у него Boots of Travel, Soul Ring и, там, не знаю, Soul Booster. Ему хватает на 3 прокаста. Он берёт эту руну, и у него хватает на 23 прокаста. Ему не надо домой улетать, ману останавливать. Ну, Soul Ring, потому что даёт слишком много в такой ситуации. Ну, то есть ты ману тратишь на всё гораздо меньше, а Soul Ring как тебе давал, так и даёт. Ну, да, и ты там, в общем-то, Soul Ringом покрываешь и ультимейт, и ещё один спелл. И вообще чушь какая-то. Ну, пока такого никто ещё не видел, потому что эту руну пока ещё не особо оценили. Вот она именно, что... Ну, с другой стороны, это элемент родного. Представляешь себе, если ты стратегию свою, блин, построил на том, чтобы руну взять. А если её забрали, а если она не появилась? Я помню, как-то кто-то стакал у нас в лесу крипов и ждал, когда появится Савух Ченом, чтобы зафармить. Да, но при том, там вероятность в 3 раза больше, что он появится. Да, там ещё 2 спауна, и в итоге он на одном там случайно убил, и после этого ему 10 минут не выпадал просто этот Савух. В наказании. Это было реально забавно. Ну что, Рошан всё ещё стоит. 15-12. ВП окружают его. Видимо, хотят всё-таки забрать. Очень разрозненно фармят Ашеры. У них Лансер на одной части карты, Бэтрайдер на другой, Сэф на третьей. Все фармят. Сэнжин Яша уже есть у Шадоу Финда. Лансер также очень здорово поднимается по Нетворсу. И разбивают смог вчетвером. Лансер готов лететь на травелах в любой момент. Так, крипы Чена контролируют Рошу. Хоть что-то полезное ФНГ научил делать своих крипов. Саву поставил чекать всю эту фигню. Так, ну и вот крипы забегают. Сейчас их просто же можно убить на халяву. Много бесплатных крипов. По 5 секунд они станутся. Отказок, да. Ну и Чен очень полезен сейчас в драке. Будет, естественно, нет. Не будет. Короче, опять ФНГ нафидел своими крипами. Ничего не... Оракула шхватили. Валил, поймали. А если его убьют, это будет здорово. Но его уживать не получается, да. Он себя спасает. Неплохой прокаст от Клин оф Пейн. И сноубол отличный от Гадема. И не умирает Афо Ниджи. До сих пор живет. Его не могут пробить. Смотри, он жив. Жив. И вот сдох. Но пока он умирал, умерли все просто. Виртуз Про. Да, а как же Тусик сыграл? Спрятал сноубол. И за это время он там подлечился от спыла Оракула. В итоге 3 в 1 размен. И Сэфа, конечно, стерли. 3 в 2 даже, наверное. Там кого-то еще стерли. Или нет? Нет, нет, нет. Вроде нет. Да, действительно нет. И получается 3 в 1 размен. Оракул очень быстро лопнул с Ченом. Но еще и умер Гирокоптер. В принципе, ладно, с ним Оракул с Ченом очень... Ну, саппорта еще куда не шло. Но Гирокоптер. Плюс еще крипы Чена до этого умерли. Это еще большая потеря. Ну да, то, что Гирокоптер умирает почти в каждой драке, это очень неприятно. Против лансера этот герой, наоборот, должен быть как-то всегда впереди. Иначе будет очень тяжело. Бежит корова. Сайланс. Ну что-то... Такое нападение какое-то рискованное. Должны убить. Кодемо убили, да. Кодемо убили. Но мне кажется, коровы за это поплатятся здесь. Четыре секунды. Тифузал есть уже там. Ман нету. Ульт. Невосприимчивость. Хил. Тифуз. И... Фобос! Фобоса добивают. Увы. Ну, размен тогда получается такой себе. Потому что это все-таки хардлейнер. Да, что-то Virtus.pro... Пока что пробуксовывают знатно. Что у них по графикам? Ну, по графикам отстают еще не так сильно. Но у них Чен, который должен был, по идее, какое-то преимущество давать. А не его нету. Более того, Чен пока что... Ну, я не знаю. По-моему, ФНГ уже пора переходить в суровый лейт начинать. Собирать себе какой-то аганим. И больших крипов, которые не будут умирать так быстро. Не будут умирать от спилов. На самом деле, большая проблема то, что СФ дает пару кайлов. И там все крипы каленые уже. Ну да, все верно. Может быть, ему стоит взять четверых маленьких кентавров, которые дают резист к магии. Смотри, сколько там магии. Ты просто будешь бегать. Хотя они по 5% для героев дают. Не очень крутая штука. Да, наверное, стоит ФНГ постараться нафармить, может быть, хотя бы Владмир для своей команды. Ну, Владмир есть уже у Бары. А, есть уже, да? А, ну тогда да, тогда аганим. И большие крипы, даже если ты особо не будешь ими ничего делать, они сами все крутые, потому что у них ауры мощные. И аура триармора она как бы не помешает, тем более, что она стакается с Владмиром. И аура вот этого большого грозного голема, она вообще топовая. Вардрамсаура у древнего Громозавра. Скорость атаки и уроны союзников. Ну да, это хорошее что-то. 15 скорости атаки, 15 урона, ничего себе. Там, как Волк и Урса вместе взятые. Ты берешь, да, ты берешь Громозавра, ты берешь всех по одному. Притом, ну да, всех по одному берешь, и у тебя очень хорошие ауры. В довесок к Владмиру, в довесок к всем остальным. Так, ну тут ФНГ снова фидит. Да, ну тут уже тяжело играть Ченом, когда вот идет такая беготня, потому что Чен для нее не особо приспособлен. Чен любит выйти и что-то методично продавить. Но никак не носиться вот так вот по одиночке, потому что он довольно слабый. Его находят, фармят и его, и его крипов. Да, заход на Роша, но здесь, кстати говоря, ВП могут... Там долго он будет умирать? Ну, еще половина. Еще половина, а здесь уже бьют. Нет, Саун все-таки решает... И здесь ураган от ФНГ, он законтролил эту ситуацию. У него был Савух. Где-то в чужом лесу. Сальгатэм пошел искать, говорит, где это слава, черт его. Так, ВП-то уже очень близко, и могут успеть. Могли успеть, но нет, не успели. Еще бы чуть-чуть, могли все-таки поспеть. И сейчас поймают Сайлента. Сайлента ловят. Нет, ловят-то Оракула. Раскастовывается клопа, есть БКБ. Оракул пошел месить СФ. В итоге СФ падает. Падает Вич-Доктор. Забирают также Тускара. Ресается СФ. Сайлент от него убегает, потому что нафиг надо с ним драться. Здесь Бэтрайдер. Бэтрайдера нужно убить. Нет, Бэтрайдера убить не удается. Бежит спиритбрейкер. Забирают Бэтрайдера. Врывается в СФ. Мудрится с Шадоу Финдом. Да, конечно, статы у него не слабые. И с руки его пробивать тяжело. Но его убить невозможно. Он сейчас всех сам убьет, если на него пойдут. Потому что Андершок уже подходит. Надо уходить просто. Но тут ФНГ не уйдет, скорее всего. Так, замедление. Нет, заберут. Заберут. Ставится палка. Отличный хил от Чена. Гот! О, боже мой, Гот. 80 хп или даже меньше выживает. А спиритбрейкера не остановить. Он бежит дальше. Но он видит лансер и понимает, что зря я бежал дальше. Лучше бы я бежал обратно. Но уже нет. Уже поздно пить Боржоми. В этот момент еще и находят Чена. Забирают. Ну, если бы не вот этот вот уже такой ёлопоход за СФом, было бы все офигенно. Ну, а так, зря пошли. Но СФ убить все-таки тоже неплохо. С другой стороны, Квапуни отдали. Там отдали двух героев на СФ, более-менее. СФ-то был очень мощный. То есть у него 11 тысяч на Творца. Если мы посмотрим на Бара, у него 6. На Чена у него 4. У них вдвоем меньше, чем у него. Ну да, может быть и плюс. Там было просто очень на тоненького. Если бы Квинов Пейн умерла, она все-таки была близка к этому. Сразу все было бы очень плохо. Провал, да. Но, тем не менее, удалось выбить Аеги, что самое важное. И после этого еще раз СФ забрать. Тем самым, по графикам, отыграли пару тысяч. Ну, эти попытки все время от Шачлоу поймать Лила. Ни к чему хорошему пока не приводит. Конечно, понятны его желания поймать Лилу, чтобы Лил своим ультимейтом не сбросил лассо. Но, с другой стороны, это тоже неплохо, если он потратит свой ультимейт не для того, чтобы кого-то прям отсейвить, а просто чтобы сбить лассо. Можно и вовсе не трогать этого героя, которого он засейвил, бить других. Слушай, а Круг рисуется уже с учетом линзы? Да. Ну, вот это просто жесть. Вот это радиус у него стал. Ультимейта? Да, огромный. С линзой просто невероятный. Да и с первого спала тоже. Ну, с третьего еще не такой большой. С второго тоже. Но ульт теперь... Ну, теперь, то есть, он будет стоять еще дальше. Бэтрайдеру еще более безрассудно будет лететь так далеко за этим парнем. Да, Бэтрайдер, кстати, тоже себе линзу, мне кажется, фармит из энерджи-бустера. Для Бэтрайдера неплохой предмет. Так, ну, здесь Фобос, он зря тут оказался. Один. Ну, а Фобоса там быстренько расщепили. Вы по этим временем снизу находятся? Ну, разменят ТВ Рая грамотно. Они здесь успели оказаться. Могут и дальше пойти, потому что, скорее всего, Ашеры пойдут тоже забирать тир-2 на миде. На рампу-то они вряд ли пойдут, или хотят? Хотят спровоцировать, наверное, просто на ТПшке. В первую очередь. КСФ может побить, постоять. Может, может, КСФ может. У него две сотки, в принципе, урона. Уже допнулись. Крипы Чена тоже летят. Ну и все, даже не стали ничего бить. Просто идут на мид. На миде поприятнее. На миде можно снести, а не просто побить. Но, правда, ВП там тоже не теряют время зря. Лил стоит, сейвит Года. Год просто наяривает по тавру один. И дэмэджа, надо сказать, у него немало. С гиберстоуном. И снес. Ну да, так вот один. Так, тем временем, Севант психанул. Нажал БКБ, хотя не стоило. Ну, перестраховался в такой ситуации. Уже страшно играть. У него байбека нет, наверное. Да, байбека нет. Видимо, испугался. Сейчас умрет, зафейлит игру. Так, а Год идет дальше. И уже начинает бить тир-3. Это уже неприятненько. Да, кстати. Покусывай тир-3. Была б кераса у него. Он бы и тот тавру сломал быстрее намного. И сейчас бы еще покусал посолидней. Он один в итоге снес практически с такой же скоростью, как эти в пятером там голупали. Да, должны были бы по экспе по этому поводу. Вроде как выпа немного отыграть. Но на самом деле почему-то нет. Ну, а все остальные сидели на базе, смотрели и аплодировали молча. Тут как бы тяжело. Лучше бы кто-нибудь поформил лес. Но, видимо, не было возможности. Кстати, Тусик купил себе Владмир тоже, чтобы уравнять этот момент. Будет ли кераса у Ашер пока непонятно. У ВП уже она фактически есть. Год дофармливает. Да, тут, я так понимаю, плейтмейл летит. Рецепт готов. Осталось. А, и чинмейл лежит. Все. Так. Зацепили Тусика. Но он тут не один. С ним мистер лансер. Лилу как-то не удается. Лилу как-то вот по максимуму зарядить фортун сент. Он его очень быстро. Ну, и насколько я помню, дэмэдж там вообще не зависит. То есть он всегда один и тот же. А там вот именно насколько обездвижен получается. Ну да, да. Максимум 2,5 секунды. Ну, может быть, думать, что если... Все время в ситуациях возникают такие, что если слишком долго продержишь, то герой вообще успеет блинкануться, например, или что-нибудь подобное произойдет. Поэтому отпускает пораньше. Так. И заходят. Могут найти Тусика. Тусика находят. Катэм, Катэм, увидит. Ну вот он блинканулся. Капа. БКБ нужно юзать. Успевает юзать БКБ. Фобус застревает в лесах. Бэтрайдер сверху. Чен призывает крипов. СФу очень больно. СФа здесь просто изничтожают. Тем временем лансер минусует. Лансер в спине очень больно начинает делать. Тут уже все потрачено. И лансер просто не о чем убивать. Нету ни ультимейта у Queen of Pain, ни у Герокоптера. Тут скорее всего Сайлента тоже не отпустят. Гот-то может быть и уйдет. А вот Сайлент вряд ли. Так. Не, ну смотри. Годдэм тут один блинканулся и на полицу. Неплохо. Так. Мы Бэтрайдер. А, ну вот пошло оно до сих пор осталось. Как мы выяснили. Что-то такой жирный-то этот Сайлент. Смотри, его не могут пробить. Ой, какие каски. Какие каски. Зачем же ты подошел, Сережа? Говорит Сайлент. И Сережа тоже. Сейчас могут тоже оформить, да. И Сережу тоже. Ну, минус пять, что тут можно сказать. В Лиле все. Во-первых, зачем-то начали бить Сигиль. Вместо того, чтобы бить Тускас. Палились. Во-вторых, влили все ВСФ в БКБ. Дэмджа не хватило. А Лансер красавчик. Он там успел зафокусить каким-то образом этого... Лила. Лила, да, еще до того, как Лила скастовал вообще хоть что-то. У него там остался ультимейт. Кстати, Бэтрайдер себе тоже купил линзу. Интересные дела. На Бэтрайдере очень неплохо линзу. У него лассо, как в старые добрые. Да, да, да. То есть как раз в свое время пофиксили лассо Бэтрайдера тем, что оно с маленького радиуса начало цеплять. А вот с линзой это как раньше. Кстати, он фармит сиаганин, похоже. И хочет ловить из дальнего радиуса и двух человек сразу. Да, вот это будет интересно. Ну, главное ему, на самом деле, если стоит рядом Оракул и Геррокоптер, это просто идеально. Ты возишь двоих. Ну, посмотрим, как это будет работать. Тут, в общем-то, на самом деле уже не столь важно. Вот в этой драке Бэтрайдер толком ничего и не сделал. Он этот лассо потратил уже в самом конце. Этого Бэтрайдера Геррокоптера словил. Так он просто летал всю драку. Там уже делает лайнсер фактически. Ему уже хватает ДПС, а всех убить. Кстати, интересно, почему он вторые диффуза не хочет себе приобрести. Вроде и деньги есть, и на первых заряды кончились уже. А там вроде как все-таки 10 ловкости добавляется. Хороший вопрос, но я думаю, что купит. Думаю, что купит, но вообще на редкость длинная и еще непонятно, чем закончится эта игра. То есть обычно 30 минут у нас уже бараки падают, а тут вроде как преимущество есть, но его и слить можно. Есть, конечно, блинг у лансера, слишком вроде как все круто, но мало ли, хорошая какая-то комбинация и Геррокоптер всех убивает. Где-то мы это уже видели. Ну, очень тяжко сейчас будет, потому что у ВП не так много контроля, не так много станов, им бы по-хорошему и как-то и туско засаленцить, чтобы он там не начал всех прятать и делать всякую грязь. И также и зафокусить как-то засаленцить Вичдоктора, потому что у него аганин появился. И чем-то надо убить и Сэфа, и чем-то надо убить и лансера. А у них как бы оракул с ченом. Откровенно говоря, просто нет урона, нету дизаиблов. Не хватает всего. Пик такой, что он уже слабо работает. Я не верю в то, что Virtus.pro здесь смогут отбиться. Да, тяжело. Ну, на ошибку рассчитывать будут, возможно. Ну, это естественно, да. Всегда так ты играешь, когда проигрываешь сильно, рассчитывая, что враг твой как-то сильно уж затупит. Ну, пока что собираются с решающими силами. Видимо, хотят... Ух ты, аганин на Вичдокторе. Я просто как-то... Я о чем? Что вот еще добавился аганин на Вичдокторе. Если до этого, в принципе, на него было плюс-минус, ну, там, пофигу, то теперь нет. Теперь его надо тоже как-то зафокусить, засаленцить. Ой, ловит года, как неприятно, и некому спасти. Да, Лил далеко. А у года байбека нет. Ну, это... Минус страна. Хотя Сайлент очень вовремя оказался слева и начинает сплит... Пусить. Так, перетягивается пока что сюда Вичдоктор. Ну, Вичдоктор не такой простой герой. Здесь тем временем падает вышка, начинают ломать бараки, бараки уже падают. Смотрим на Сайлента, он только спушил вышку. Вичдоктор кидает кокос, и кокос полетел. Летящий кокос, сейчас он прилетит в драку. Это будет что-то. Кстати, да, он может здесь удивить всех. Герой коптер нажимает БКБ, кокос прилетает, но прилетает, разбивается об БКБ. Нет, он прыгает, смотри, полетел. Он прыгает, боже мой, кокос, остановись. Мистер кокос, но по итогам... Ну, черт, он прыгает, он уже в БКБ прилетел. Но он отпрыгнул от человека в БКБ и прилетел дальше. Да, забрали Шадуфинда и Тусика. Хорошая драка вообще получилась. Если бы они еще не потеряли бараки, но после бараков-то они идут на Рошана, и Рошана-то они заберут, и получается вообще нормально. Такой легкий шанс появляется. У нас не было вообще ничего, а тут мы за бараки забрали двух героев и Рошу. За бараки и Байбэк. Ну, вполне нормальный размен. Более-менее, более-менее, действительно. Аеги сможет как-то там зарешать драки. Посмотрим, как попробуют реализовать Virtus.pro. Но мы знаем, Virtus.pro, они такие взрывные ребята. По логике вещей должны сейчас что-то отпушить. И смоки, смоки там, попытки подцепить. Лансер. Неожиданно видит всю толпу, прыгает. Но он ничего не боится. Да, это лансер, который во много слотов. Он уже ничего не боится. Вот, чуть не отъехал тем временем. Из-за того, что у него был, блин, в кулдауне. Ну, отправляют домой. Да, лансеру бояться нечего. Ну, ты сам говорил о том, что... Тут нужно бы его загангать. Можно пройтись в смоках. Ну, хорошо, мы пройдем в смоках. А чем ловить? Пока будет свой оракул ставить на качку эту потрясающую. Он 10 раз уже убежит. Без хикса очень тяжело будет поймать. Можно рассчитывать на спирит прейкера, но тоже так себе. А хикса-то и нет. Потому что год пошел в ДПС. Понимая, что ДПС не хватает. Хотелось, с другой стороны, был гирич. Может быть, и стоило хикс попробовать купить. Сверху какая-то драка начинается. Андершока начинают. И сбивают, но сюда лансер летит. Ха! Не дают ему прилететь. Лол и Андершок не стали забирать. Его просто зафорстафил Бэтрайдер. Ну да. И простили в итоге его. И полетел Бэтрайдер. Полетел, полетел. Есть форстаф, но его тратить не очень хочется. Хочется подвезти кого-то. Видит корову. Далеко уже летит. Он далеко. Команда вся не в позиции находится совершенно. СССР вообще души набирает сейчас. Сатани, кстати, у СССР. Был ли он в прошлой драке? Был? Вроде бы нет. Ну, наверное, нет. Потому что иначе вы его вряд ли бы так легко убили, как он там умирал. Ну, БКБ, может, кончилось. Может. Да у ВП станов-то почти нет. То есть, даже если БКБ кончается, то... Ну, а чем его остановить от того, чтобы он бил? Ну, разве что ФНГ проявит чудо микроконтроля и два кентавра там подстанет по таймингу. Слушай, а какой-нибудь Сон мы вчера выяснили не спасает. А какой-нибудь Юл спасает от вот этого Тика ульта Оракула? Ну, нет, иначе было бы слишком читерно. То есть, он там даже в воздухе умирает? Или потом ему наносится? Ну, потом приземляется, умирает, скорее всего. Давно тестил я, когда этот Оракул выходил. Более того, вначале всё это работало. Да, можно было спасти и тем, и тем, и тем. Потом сделали, что не спасает. Ну, логично. Да, это было бы жёстко. Мантой задоджил. Да, да, да. Это вообще... Был бы просто конец. Пацаны, сейчас взрыв Оракула Манты за доджу. И наверняка доджилось тоже. Возможно, да. Гардем тут высматривает позицию какую-то. Но Ашера, наверное, немножко успокоится. Пока Егесу в ВП всё-таки не полезно. Год пошёл дальше в дэмэдж. Это уже Кристалис. Но как же без Хекса-то неприятно будет играть? Не помешал. Ну, да, нету. И Юл купил Оракул. Вы, кстати, линзы на предметы действуют? Только на СПЛ? Не должна, не должна. Не должна, вроде бы. Это было бы интересно. На какой-нибудь там форс. Ну, было бы жёстко. Вот Юл, например. Как раз ему не так давно порезали радиус. Потому что жёсткая была фигня этот Юлс, который цеплял там с 1000 ранжа. А сейчас хоп, и опять подняли. Да, 575. Ну, 1000 бы у него не было, но было бы всё равно довольно... Не, ну ладно, с 1000 не цеплял. 850, кажется, было у Юлла. Ну, примерно столько у него уже и получилось. Лансер, у него 5000. Это либо Тараска, либо Скади уже можно брать. Нужно брать. У Гирокоптера есть МКБ. Там дамеджи нормально он вписывает. Если дать ему эту возможность. Да, и закупается. Закупается здесь и бах. Не оставлять денег на байбэк. Сейчас, вот. Добивает последнюю пачку крипов и берёт себе уже целые Скади. Очень неприятный лансер со Скади, конечно, вот этот. Да, получается у него... Ну, ещё даже не 6 слотов. Ещё барабанчики можно на что-то заменить. Ну, на Творс очень хороший. Хотя Гирокоптер сильно не отстаёт. В целом, вот это отставание в 10 тысяч не такое критическое. Здесь больше, конечно, пик. Ну, потому что саппорты там по 2000. Оно как-то равномерно распределилось. Нет такого, что какой-то один там убер-сильный герой. Или есть какой-то пару героев, которые вообще ничего не нафармили. Скорее, сейчас проблема у Чена в том, что он вообще Чен. И нету пока Аганима. С другой стороны, если Аганима возьмёт, будет интересно. Нашёл. Аганима тут встреёт. И можно забирать. Гот здесь, но успевает ГТМ уйти. Так, ну и здесь у Фобоса теперь проблема. Он жмёт БКБ. Бэтрайдер готов прыгать. Но не прыгает. Бэтрайдер ищет. Находят. О, прыгает Бэтрайдер. Пошёл рассказ. Ставится Палкович Доктора. Только не это. Но, кстати говоря, слабенько заходит, потому что только по одному герою. В итоге Бэтрайдер-то умирает. А тут ещё все живут. Но Лансера нечем пробить. Он просто бьёт и бьёт и бьёт. Сайлент сейчас лопнет. Флэк закончился. Сайлент лопается после ульта. Гот, да, убил Бэтрайдера, который его увёз. Но Бэтрайдер в целом хорошо всё сделал. Увёз Квапу. И она убила его одного, вместо того, чтобы дать ульту по команде, по иллюзиям Лансера. Ну и 2 в 1. 2 в 1. Но это Кэрри и Саппорт на Хардлейнера. И это под базой врага. Нападают в очередную Снагоду. Он уходит с блинка. Вьюл поднимают Лансера. Закидывают за медло. Байбэк от Гирокоптера. Пошёл Фобос. Пойдёт ли до конца? Идёт до конца. Сноубол. Каски. Как же больно Фобосу. Спасать его нужно. Но нет, Фобосы здесь стирают. Квин оф Пейн запрыгивает. Замедляет Вич Доктора. Попытка убить Эсэфу. Можно попробовать Эсэфу. Кастуют неуязвимость к магии. Диспелят её. Маледикт на Сайлента. Сайлент погибает. Остаётся Лил. Да, ну и Сайлента уже нет. Лил погибает. ГГ. Ну, эксперимент. В очередной раз у Вертас Про не удался. Много экспериментируют они на этих отборочных. Прямо скажем, пытаются придумать какие-то новые штучки. Хотя кэри берут стандартного, мидеры берут стандартного, кардлейнеры берут стандартного. Но вот мы видим, насколько много могут сделать или не сделать грамотные саппорты. Саппорты не совсем стандартные для себя. имеют саппортов Вертас Про. И эти саппорты, прямо скажем, не отыгрываются. Да, не сказать, что Чен здесь вообще впечатлил. Оракул более-менее смотрелся ещё в начале. Но и в конце его тоже не хватало. Но посмотрим, что будет во второй игре. Теперь уже права на ошибку совсем нет. 1-0 HR впереди. И через несколько минут мы к вам вернёмся на вторую игру этой серии. Продолжение следует...